Всем привет! Вы на канале РБ Хоккей, где мы говорим только о хоккее. С вами Павел Лосенков и давайте поговорим сейчас о КХЛ, потому что нас ждет уникальный день, когда в четверг будут сыграны сразу три плей-оффных матча и в двух из них серия может закончиться. То есть мы узнаем практически всех участников второго раунда Кубка Гагарина, но перед этим вам хочу сказать, что на канале РБ Хоккей выходит много классных хоккейных передач. Есть передача отдел хоккея, где мы обсуждаем горячие хоккейные новости. Обязательно посмотрите, подпишитесь, поставьте лайк. Ну и есть куча разнообразных прогнозов на сборную России, когда эта сборная была актуальна на НХЛ и сейчас грех не поговорить о КХЛ. Тем более вот эти все три матча, которые очень важны и очень интересны. Я постараюсь объединить в один экспресс. Экспресс, который может быть доедет до финиша. Вот что я думаю об этих играх. Во-первых, нас ждет матч Салават-Юлаев-Сибирь. Салават-Юлаев-Сибирь. Серия обескровленная отъездом легионеров. Мы думали, что это ударит очень сильно по Салават-Юлаеву, откуда уехали топовые ребята, там вот эти все финны, да, там Хартиканин, там Маннинин, Ларс в защите, Мец в воротах, вот эти все пацаны. Но мне кажется, что по Сибири это ударило больнее, потому что уехал Харри Сятери, воротарь, основной воротарь золотой финской сборной на Олимпиаде. И у Салават-Юлаева, в принципе, все равно хорошая атака. Мы это видели по последнему матчу, когда Уфа выиграла со счетом 6-3. И дуэль вторых воротарей Ширыченков в Уфе, Красоткина в Сибири. Мне кажется, обещает то, что вопреки штампам, да, то, что Сибирь умеет играть в закрытый хоккей, то, что Салават-Юлаев будет как-то осторожен. Ну, мы видели уже два раза счет 2-1 в этой серии. Я бы здесь взял тотал больше 4,5 за 2-0-6. То, что я думаю, 5 шайб в основное время здесь мы можем увидеть. Дальше Динамо-Москва-Сиверсталь. Динамо переломила ход серии, уступив два раза в Москве. Выиграла два раза в Череповце. Что Динамо сделала? Заменила вратаря вместо Бочарова, поставила глубокого ветерана Александра Еременко, который по-прежнему тащит. Очень хорош даже на пятом десятке лет. Динамо не нужно ничего не менять, играет у себя дома. Динамо, в принципе, должен быть фаворитом против Северстали, хотя Череповецкая команда очень хороша. Но я бы здесь взял победу Динамо в основное время за 1-74. Ну, потому что это логично, да. Ну, логично, что более такой ресурсный клуб-фаворит, переломив ход серии, доведет ее до конца. Ну, по крайней мере, я очень удивлюсь, если Динамо и третий раз поиграет в Москве. И, наконец, матч серии, в которой Авангард ведет 3-1, а вел вообще 3-0 с Акбарсом, который переезжает сейчас в Казань. Последний матч в Балашихе выиграл Акбарс в овертайме. И здесь очень важно учитывать, что из Авангарда уехали два очень важных ведущих защитника Пока и Каски. То есть, прям колоссальная нагрузка ложится на Шеребзянова и Береглаза, двух российских защитников, которые проводят по полчаса за матч. И ситуация очень тяжелая в обороне у Авангарда. Ну, ребята тянут, делают все, что могут, но, конечно, финны подставили клуб из Балашихи, Омскую команду своим отъездом. И мы это видим, потому что два матча, которые Авангард проводил дома, уступил по броскам что-то вроде 44-77. То есть, Акбарс гораздо больше бросал, бежал, давил и в итоге получил психологическое преимущество после победы в четвертом матче. Я бы здесь взял то, что даже в дополнительное время Акбарс может выиграть опять у себя в Казани за счет этого давления порой игры за гранью фолла. Там действительно жестковато ребята играли, начиная с Франкова. За победу Акбарса даже в дополнительное время дают 1.76. Если вы фанат Авангарда, это беспроигрышный вариант, потому что если команда ваш любимый Авангард выигрывает, то вы будете радоваться уже от этого. Если не дай бог проиграет, если вы фанат Авангарда, то вы получите деньги, компенсацию моральную. Если вы, соответственно, фанат Акбарса, то вам надо просто верить в свой клуб, потому что он стоит на грани пропасти и поражение выбивает команду Дмитрия Квартального из плей-оффа. Может быть, сам Дмитрий Квартальный потеряет работу. Все понимают ответственность и все, что стоит на кону. Так что три моих прогноза объединяются в экспресс. Если все это умножить, получится жирненький КФ 6.31. 6.31, если доедут все эти три прогноза. Но, может быть, вы постараетесь и хотите что-то изменить. Может, вы думаете, что я в чем-то не прав. Я прочитал, кстати, кучу мнений по поводу того, что я не прав, что я вообще такое говорю по поводу предыдущего видеопрогноза, который был как раз к четвертому матчу Балашихи. Играли Авангард Акбарс. Я там абсолютно был точен, попал в яблочко. Так что подписывайтесь на канал РБ Хоккей обязательно. Лайки, пишите комментарии. И можете даже поставить колокольчик, чтобы получать уведомления о самых свежих видео. Потому что я вам обещаю по ходу чемпионата КХЛ. И мы не будем забывать об НХЛ. Вас ждут новые свежие прогнозы. Кроме того, передача «Отдел хоккея не за горами». Пока-пока. Пока-пока.